Приветствую всех на канале. Сегодня наш обзор будет посвящен очередной новинке от Meizu, модели M3E, которая входит в серию новых смартфонов Meizu M3, таких как M3 Note, Meizu U20. Сам смартфон, собственно говоря, вобрал из себя все характеристики от предыдущих моделей, за исключением, наверное, дизайн здесь совсем не похож на Meizu U20, у которого задняя крышка была. Выполнены из стекла. Данная модель имеет полностью металлическую крышку, точнее, сделанную из алюминиевого сплава, подобную модели M3. Единственное, здесь она полностью металлическая, как мы помним у Meizu M3 Note. Верхние вставки были выполнены из пластика для антенн. Здесь же у нас есть специальные пластиковые прорези, в которых, собственно говоря, функционируют антенны. Смартфон, собственно говоря, имеет диагональ 5,5 дюймов, Full HD разрешение, плотность пикселей 403 на дюйм, впрочем, контрастность 1000 к 1 и яркость 450 канделов на метр квадратный. Естественно, матрица выполнена по технологии IPS, дисплей покрывает минеральное защитное 2,5D стекло. Ну и, собственно говоря, вся уже середина и задняя часть смартфона выполнена, как я говорил, из металла. Впрочем, если сравнить данный смартфон с предыдущей моделью, очень часто просили в комментариях с моделью U20 сравнить данный смартфон, могу сказать, что данный смартфон, естественно, получается поизящнее, дорого выглядит, поскольку он выполнен из металла. Большим плюсом здесь является то, что батарейка у него ёмкая и составляет 3100 мАч, то есть батарейки на полтораста суток будет хватать при средней нагрузке. Габариты самого устройства в высоту 153,6 мм, ширина 75,8 мм, толщина 7,9 мм, смартфон действительно очень тонкий, при весе 172 грамма в руке лежит, а как в литую, весистый не скользит. Кроме того, смартфон выпускается в нескольких цветовых вариациях, в данном случае у меня золото, есть также модель серебро, темно-серый, и новый цвет, к сожалению, в обзоры я его не взял, синий металлик, цвет такой вот индиго, что, в принципе, очень даже является новым решением для компании. Впрочем, по основным характеристикам, та же самая 5-мегапиксельная фронтальная камера, кнопка сенсорная, механическая, датчик опечатка пальцев технологии M-Touch 2.1 встроена, основная 13-мегапиксельная его камера с автофокусом, естественно, электронной стабилизацией, и сдвоенная вспышка с двух светодиодов холодного и тёплого свечения. По торцам клавиши включения-выключения, регулировки громкости, верхней части микрофона окружения, соответственно, с противоположного торца расположен лоток сим-холдера для установки сим-карт, либо карта памяти, внизу разъём 3,5 мм для установки, для подключения наушников, либо стереогарнитуры, основной разговорный микрофон, USB-порт, микро-USB Type-C, хотел сказать, простите, с поддержкой OTG, то есть можно подключить флешку, мышку, клавиатуру, любое какое-то устройство, которое может функционировать с данным смартфоном, ну, за включением внешних жёстких дисков, поскольку питания на USB-порту будет не хватать. И основной мультимедиа динамик. В принципе, особенности тут всё стандартно. Единственное, я вам сейчас продемонстрирую лоток сим-холдера. Также, в принципе, как и комплектацию. В комплектации с коробкой, естественно, идёт фирменная скрепка с логотипом Flyme, зарядное устройство, кстати, поддерживается технологией быстрой зарядки, и кабель USB на microUSB. Смартфон заряжается от 10 до 100%, буквально минут за 40, что является очень большим плюсом. Лоток сим-холдера мы можем установить две nano-SIM-карты, либо стандартно nano-SIM первый слот и microSD-карту до 256 ГБ поддерживается данным смартфоном. Пару слов о камерах. Не хотел делать тестовые снимки. Всё аналогично модели M3 Note и M3E. Матрицы стоят здесь, на мой взгляд, практически идентичные. Но, тем не менее, продемонстрирую фото, сделанные в разных условиях. Для начала давайте посмотрим фото, сделанное в вечернее время суток, практически ночь. Фото, ну так сказать, на троечку. Естественно, режим выбирается с максимальной светочувствительностью и слишком много помех и мусор на картинке, и немножечко расплывчатое изображение. Ну, всё понятно, всё на те. Таким камерам довольно-таки очень трудно приходится без внешнего освещения. Но ситуация, в принципе, меняется. Вот фото более детальное, приближенное. Свет от фнаря, по-моему. И фото вот такое со вспышкой. Картинка, конечно, уже совсем другая. Фото при дневном свете. Тут я бы сказал, что никаких проблем не возникло при фото. Картинка получается вполне соответствующего качества. Для данного, точнее, для данной матрицы смартфон. Возможно, производитель как-то немного усовершенствует в программном обеспечении, в обновлении новых прошивок камеру. Пока, конечно, камера так, на четвёрочку с минусом в данный момент по качеству. Впрочем, как и предыдущие модели Meizu M3 Note, Meizu U20, работает он под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменной оболочкой Flyme. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio P10, восьмиядерный. Есть у него четыре ядра, работающие на максимальной частоте 1,8 ГГц и четыре ядра на максимальной частоте 1,8 ГГц. Модель Meizu M3 поставляется только в одной комплектации. 3 ГБ оперативной памяти, кстати, двухканальной LPDDR3 и 32 ГБ флеш-накопителя. 16 и больше вариантов, собственно говоря. Как я понимаю, даже не предвидится. По производительности я продемонстрирую несколько скриншотов. Antutu Benchmark почти 47 тысяч баллов, что, в принципе, ожидаемо для данной платформы. Geekbench 4701 Single-Core 2461 баллов Multi-Core. Geekbench, ой, простите, Epic Citadel при разрешении максимально 1920 на 1080. Ультравысокое качество показывает результат 33,2 фпс. Ну, средненькая довольно-таки характеристика. Но, тем не менее, в играх смартфон ведет себя аналогично. И так же, как модель M3 Note U20. Я даже не буду делать тестовые запуски игр. Все абсолютно одинаково. Единственное, видоизменился дизайн. U20 мы не будем брать в расчет по дизайну. Все-таки эта модель ближе к M3 Note. Смартфон стал более тоньше. Полностью задница металлическая рамка. Что-то уже ближе к модели более высокой. Это, например, ближе к модели MX-6, который тоже недавно вышел. Очень похож по дизайну. Из, собственно говоря, приятных дополнений, естественно, здесь поддерживаются сети четвертого поколения. 4G LTE, соответственно, с более старыми работают 2G, 3G. Есть также спутниковая нивигация, поддерживается в данном устройстве. GPS, а GPS, GLONASS. Есть Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi стандарт, да, AC. Кстати, у модели M3 Note и U20 поддерживаются формат BGN. В M3 добавили, видимо, новый Wi-Fi модуль стандарта. AC с максимальной скоростью, если я не ошибаюсь, возможной до 1 Гбит в секунду. Теоретическая, правда, скорость. Есть датчик освещения, датчик расстояния, гироскоп, цифровой компас, датчик холла. В принципе, все стандартно. Большим плюсом данного смартфона, конечно, могу отнести заботу о глазах пользователя. Здесь есть режим защиты глаз. При его включении картинка становится более теплого цвета. Есть здесь фильтр против синего цвета, который, как сказали офтальмологи, погубно действует на глаза. Ну, в принципе, данный режим, наверное, будет актуален для любителей полистать книги на смартфоне. По звуку абсолютно никаких претензий нет. Громкость. Давайте продемонстрирую. На средней громкости звонок телефона мы не сможем пропустить. Очень довольно-таки громко, хотя и необъемно. Данная аудиосистема, встроенная в Meizu M3e, ну, собственно говоря, никак не претендует, собственно говоря, на мощную портативную аудиосистему. Впрочем, в наушниках при прослушивании музыки смартфон неплохо себя зарекомендовал, на мой взгляд. Не могу сказать, что есть большой запас по громкости, но, тем не менее, прослушивание музыки можно будет, собственно говоря, насладиться на данном устройстве. На этом, наверное, все. Такой вот, собственно говоря, краткий обзор об основных функциях дизайна. Напоследок могу порекомендовать, собственно говоря, подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Если есть какие-то у вас неясности по поводу данного устройства, можете задавать вопросы в комментариях. Подробное описание и цены на смартфон вы, как всегда, по ссылкам в описании все можете увидеть. Также, в принципе, готовимся. Следующий обзор будет посвящен новинке всего того же Meizu. Вот в таком смартфоне под названием Meizu M3 Max. Так что оставайтесь на канале и до скорых встреч. Всем пока!